Наши в части и молитвы исправи на жизнь нашу западом твоим Души наши освети под телеса, очисти помышления, исправи Мысли очисти, избави нас от всяких скорбей, золой болезней Огради нас святыми тюрьми ангелами Дополчением их соблюдаем и наставляем Достигни в соединении веры в разум непреступной Твоя слава, я по Более славен, и вовеки веков, аминь Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне пресная и вовеки веков, аминь Честнейшую, хирургимых, славнейшую, без сравнения, Серафим Без искления Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородие, Татья, величайно Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Молитвами, Святых Отец, Наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь Владыка Божий, Отче Сидежителю, Господи, Сыне и Народный Иисусе Христе И Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного Имя же Весе, судьбами спаси меня, достойно рабата его Ярко благословенный сей во веки веков, аминь Деяния святых апостолов, чтение, первая глава Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал Который не явил себя живым в пострадании своем, со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь ими, говоря о Царстве Божьем И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены духом святым Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти Но вы примите силу, которая сойдет на вас, дух святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли Сказав все, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, возневшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути И придя взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Фалфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Якова Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями его И в те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вождя тех, которые взяли Иисуса Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось с чрева его, и выпали все внутренности его И это сделалось известно всем жителям Иерусалима Так что земля-то, она отечественным их наречий, названа Атилдама, то есть земля крови В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его допримет другой И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус Начиная от крещения Иоаннова до того дня, который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам День апостола, 2 глава При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра И наполнил весь дом, где они находились И явились им разделяющиеся языки Кабы огненные, и почили по каждому на каждом из них И исполнились все Духа Святого И начали говорить на иных языках Как Дух давал им провещевать В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные И всякого народа под небом Когда сделался этот шум, собрался народ И пришли смятения, ибо каждый слышал их говорящих и о наречии И все изумлялись и дивились, говоря между собою Все их говорящие, не все ли галилеяне Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились Парфяне и Медяне, и ламиты и жители Месопотамии Иудеи и Каппадокии, Пунта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и Чистеливии Принадлежащих Киринеи, и пришедшие из Рима Иудеи и Презелиты, Критяне и Арамитяне Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу Что это значит? А иные, насмехаясь, говорили Они напились сладкого вина Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой И возгласил им Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме Сие да будет вам известно И внимайте словам моим Они не пьяны, как вы думаете Ибо теперь третья часть дня Но это есть предреченное пророком и Аилем И будет в последние дни, говорит Бог И излию от духа моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши И дочери ваши, и юноши ваши Будут видеть видения И старцы ваши с наведениями вразумляемы будут И на рабов моих, и на рабынь моих В те дни излию от духа моего И будут пророчествовать И покажу чудеса на небе вверху И знамения на земле внизу Кровь и огонь и курение дыма Солнце превратится во тьму И луна в кровь Прежде нежели наступит день Господень Великий и славный И будет всякий, кто призывает имя Господне Спасется Мужи израильские Вы слышите слова сии Иисуса Назарея, мужа Засвидетельствованного вам от Бога Силами и чудесами И знамениями Которые Бог сотворил через него Среди вас Как и сами знаете Всего По определенному совету И предведению Божию Преданного Вы взяли И пригвоздив руками Беззаконных Убили Но Бог Воскресил его Расторнув Ужи смерти Потому что Ей невозможно было удержать его Ибо Давид говорит о нем Видел я перед собой Господа всегда Ибо он одесну и меня Дабы я не поколебался Оттого возрадовалось сердце мое И возвеселился язык мой Даже и плоть моя Упокоится в уповании Ибо ты не оставишь души моей в ваде И не дашь святому твоему Увидеть ление Ты дал мне Познать путь жизни Ты исполнил меня радостью При лицом твоем Мужи и братья Да будет позволено С дерзновением Сказать вам про отце Давиде Что он и умер И погребен И гроб его у нас до сего дня Будучи пророком И зная что Бог Склятво обещал ему От плода чресла его Воздвигнуть Христа во плоти И посадить на престоле его Он прежде сказал О воскресении Христа Что не оставлена душа его в ваде И плоть его Не видела тления Всего Иисуса Бог воскресил Чему все мы свидетели Итак Он Быв вознесен Десницу Божию И приняв от отца Обетование Святого Духа Излил то Что вы ныне видите И слышите Ибо Давид Не вошел на небеса Но сам говорит Сказал Господь Господу моему Сиди Одеснуй меня Да коли положу Врагов твоих Под ноженок твоих И так Твердо знай Весь дом Израилев Что Бог Соделал Господом И Христом Всего Иисуса Которого вы распяли Услышав это Они умилились Сердцем И сказали Петру И прочим Апостолам Что нам делать Мужи братья Петр же Сказал им Покайтесь И докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения Грехов И получите Дар Святого Духа Ибо вам Принадлежит Обетование И детям Вашим И всем дальним Кого не призовет Господь Бог наш И другими Многими словами Он свидетельствовал И увещевал Говоря Спасайтесь От рода Сего Развращенного Итак Охотно Принявшие Слово Его Крестились И присоединилась В тот день Душ Около Трех тысяч И они Постоянно Пребывали В учении Апостолов В общении И преломнении Хлеба И в молитвах Был же Страх На всякой Душе И много Чудес И знамений Совершалось Господь Господь Милостыни уходящих Со Христа На заре Встань И ходи И взяв Его За правую Руку Поднял И вдруг Укрепились Его ступни И колени И Скочив Встал И начал Ходить И пошел С ними В храм Ходя И скача И хваля Бога И весь народ Видел Его ходящим И хваля И хваля И хваля Бога И узнали Это Петр И от которого Отреклись Пред лицом Пилата Когда Он полагал Освободить Его Но Вы Отцитовый Праведно Отреклись И просили Даровать Вам Человека Убийцу А Начальника Жизни Убили Всего Бог Воскрестил Из мертвых Чему Мы Свидетели И Родили Во имя Его Имя Его Укрепило Сего Которого Вы Видите И знаете И вера Которая От него Даровала Ему Исцеление Сие Пред Всеми Вами Впрочем Я знаю Братья Что Вы Как И начальники Ваши Сделали Это По неведению Боже Как Пред Возвестил Устами Всех Своих Пророков Пострадать Христу Так И 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 Хотите Чтобы Загладить Врехи Ваши Да Придут Как Меня Слушайтесь Его Во всем Что Он Не будет Говорить Вам И Будет Что Всякая Душа Которая Не послушает Пророка Того Истребится Из народа И Все Пророки Благодаря Бога Благодаря 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 Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. И они святых. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же, слушавших слово, уверовали и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященники Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Когда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Анна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказав им выйти, вон из Синедриона рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, и во всем живущем в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего, но чтобы более не разгласилось этого народе, сугроб запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Анна сказали им в ответ, судите, справедлив ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, но по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось себе чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники и народы замышляет тщетное. Восстали царь и земные князья, собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного томую, Ирод, и понтия Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай ромам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа святого. И говорили слово Божие с дерзновением. У множества же, у веровавших, было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы жили с великою силой и свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому удавалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнаваев, что значит сын утешения, левит, родом киприанин, у которого была своя земля, продав его, принес деньги, положил к ногам апостолов. Денья, пятая глава. Некоторый же муж именем Анания с женой Союсафирую, продав имение, утаил из цены, сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханием и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его погребению и вынесе похоронили. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшим мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и вынесе, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостола совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонову. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходили же та же Верусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцеляли все. Пересвященник же и с ним все принадлежащие к ереси Саддукейской исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал «Идите, и став в храме, говорите народу все сие слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем пересвященник и которые с ним придя созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилев и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей стоящим перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова пересвященник, начальник стражей и прочие пересвященники, неудоумевая, что бы это значило, пришел же некто и донес им, говоря «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стража пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их перед священник, говоря «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени семь? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу Своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетель ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же Синедрионе некто фарисей именем Галамариил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Аим сказал, «Мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слышали сего, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галинианин и увлек за собой довольный народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, и призвав апостолов, били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Я не апостолов, глава шестая. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропотный евреев за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном разноянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам остались Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И уходно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Павмена, и Николая Теохийца, обращенного из язычников. И поставили пред апостолами, и сии помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из язычников очень многие покорились вере. Из священников. Прошу прощения. Из священников очень многие покорились вере. А Стефан исполненный верой и силы совершал великие чудеса и знамения о роде. Некоторые из так называемых называемых псевдоноги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Кирики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хурные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин и книжников и напав схватили его и повели в Синодрионе. Представили ложных свидетелей, которые говорили этому. Этот человек не перестает говорить хурные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на Заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисея. И все сидящие в Синодрионе смотрели на него, видели лице его как лице ангела. Глава 7 Деяния Святых Апостолов Тогда сказал Превосвященник так ли это? Но он сказал мужи, братья, отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харам и сказал ему выйди с земли твоей из родства твоего из дома отца твоего и пойди в землю которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю в которой вы ныне живете и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги а обещал дать его во владение ему и потомство его по нем когда еще был он бездетен и сказал ему Бог что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400 но я сказал Бог произведу суд над тем народом у которого они будут в порабощении и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте и дал и дал ему завет обрезание по всем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день а Исаак родил Якова Яков же двенадцать патриархов патриархи по зависти продали Иосифа в Египет но Бог был с ним и избавил от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитания Яков же услышав что есть хлеб в Египте послал туда отцов наших в первый раз а когда они пришли во второй раз Иосиф открылся братин своим и известен стал фараон урод Иосифов Иосиф послав призвал отца своего Якова и все родство свое душ семьдесят пять Яков перешел в Египет и скончался сами отцы наши и перенесены были в Сихем и положены во гроби который купил Авраам цену серебра у сынов Емора Симхемова а по мере как приближалось время исполниться обетование которым клялся Бог Авраам народ возрастал и умножался в Египте до тех пор как восстал иной царь который не знал Иосифа сей ухищряясь против рода нашего притеснял отцов наших принуждая их бросать детей своих чтобы не оставались в живых в это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом три месяца он был питаем в доме отца своего а когда был брошен взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына и научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах когда же исполнилось ему сорок лет пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых и увидев одного из них обижаемого вступился и отомстил за оскорбленного поразив египтянина он думал поймут братья его что Бог рукой его дает им спасение но они не поняли на следующий день когда некоторые из них дрались он явился и склонил их к миру склонял говоря вы братья зачем обижаете друг друга но обижающий ближнего оттолкнул его сказав кто тебя поставил начальником и судьей над нами не хочешь ли ты убить и меня как вчера убил египтянина от всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской где родились от него два сына по исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего терного куста Моисей увидев удивился видению а когда подходил рассмотреть был к нему глаз Господень я Бог отцов твоих Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова Моисей объятый трепетом не смел смотреть и сказал ему Господь сними обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его и не шел избавить его и так пойди я пошлю тебя в Египет сего Моисея которого они отвергли сказав кто тебя поставил начальником и судьею сего Бог через ангела явившегося ему в терном кусте послал начальником и избавителем сей вывел их сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в черном море и в пустыне в продолжении сорока лет это тот Моисей который сказал сынам Израилю пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших как меня его слушайте это тот который был в собрании в пустыне с ангелом говорившим на горе Синае и с отцами нашими который принял живые слова чтобы передать нам которому отцы наши не хотели быть послушными но отринули его и обратились сердцем своим к Египту сказав Арону сделай нам богов которые предшествовали бы нам ибо с Моисеем который вывел нас из земли египетской не знаем что случилось и сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу и веселились пред делом рук своих Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному так написано в книге пророков дом израилев приносили ли вы мне закаления и жертвы продолжение сорока лет пустыни вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Оримфана изображение которое вы сделали чтобы поклоняться им и я переселю вас далее в Вавилон скиния свидетельством была отцов наших пустыни как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу им виденному отцы наши с Иисусом взяв его внесли во владение народов изданных Богом от лица отцов наших так было до дней Давида сей обрел благодать пред Богом и молил чтобы найти жилище Богу и Якова Соломон же построил ему дом но Всевышний не в рукотворных храмах живет как говорит пророк небо престол мой и земля подножье ног моих какой дом сожжите мне говорит Господь или какое место для покоя моего не моя ли рука сотворила все сие жестоковые иные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы выше так и вы кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвозвестивших пришествие праведника которого предателями и убийцами сделались ныне вы вы которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили слушая сие они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами Стефан же будучи исполнен духа святого святаго возрев на небо увидел славу Божию Иисуса стоящего десную Бога и сказал вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого стоящего десную Бога но они закричав громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на него и выведя за город стали побивать его камнями свидетели же положили свою одежду в ног юноши именем Савва и побивали камнями Стефана который молился и говорил Господи Иисусе прими дух мой и преклонив колени воскликнул громким голосом Господи не вминием греха сего и сказав сие почил деяние восьмая глава Савва уже одобрял убиение его в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме и все кроме апостолов расселись по разным местам Иудеи и Самарии Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем а Савву терзал церковь входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа народ единодушно внимал тому что говорил Филипп слыша и видя какие он творил чудеса ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем а многие расслаблены и хромые исцелелись и была радость великая в том городе находился же в городе некоторый муж именем Симон который перед тем волховал и изумлял народ Самарийский выдавая себя за кого-то великого ему внимали все от малого до большого говоря все есть великая сила Божия а внимали ему потому что он немало время изумлял их волхвованиями но когда поверили Филиппу благовествующему о царстве не Божием и о имени Иисуса Христа то крестились и мужчины и женщины уверовал и сам Симон и крестившись не отходил от Филиппа и видя совершающиеся великие силы и знамения изумлялся находившиеся в Иерусалиме апостолы услышав что самаряне приняли слово Божие послали к ним Петра и Иоанна которые придя помолились о них чтобы они приняли Духа Святого но он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя Господа Иисуса тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святого Симон ибо сердце твое неправо перед Богом и так покайся всем грехе твоем и молись Богу может быть отпустится тебе полностью сердце твоего ибо вижу тебя исполнено горькой желчи и в узах неправды Симон же сказал в ответ помолитесь вы за меня Господу дабы не постигло меня ничто и сказан о вами они же засвидетельствовав и проповедов слово Господне обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие а Филиппу ангел Господень сказал встань и иди на полдень на дорогу идущую из Иерусалима в Газу на ту которая пуста он встал и пошел и вот муж эфиоплянин евнух вельможа Кандаки царицы эфиопской хранитель всех сокровищ ее приезжавший в Иерусалим для поклонения возвращался и сидя на колеснице своей читал пророка Исаию дух сказал Филиппу подойди и пристань к всей колеснице Филипп подошел и услышав что он читает пророка Исаию сказал разумеешь ли что читаешь он сказал как могу разуметь если кто не наставит меня и попросил Филиппа взойти и сесть с ним а место из писания которое он читал было сие как как овца введен был он на заклание и как ангис пристригущем его безгласен так он не отверзает уст своих в уничижении его суд его совершился но рот его кто разъяснит ибо землица от земли жизнь его евнух же сказал Филиппу прошу тебя сказать о ком пророк говорит это о себе ли или о ком другом Филипп отверз уста свои и начав от всего писания благовествовал ему об Иисусе между тем продолжая путь они приехали к воде и евнух сказал вот вода что препятствует мне креститься Филипп же сказал ему если веруешь от всего сердца можно он сказал в ответ верую что Иисус Христос есть Сын Божий и приказал остановить колесницу и сошли оба в воду Филипп и евнух и крестил его когда же они вышли из воды дух святый сошел на евнуха а Филиппа восхитил ангел господень и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь а Филипп оказался в азоте и проходя благоуставал всем городам пока пришел к Кесарию Савву же еще дыша угрозами и убийством на учеников господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам чтобы кого найдет по следующим всему учению и мужчин и женщин связал приводить в Иерусалим когда же он шел и приближался к Дамаску внезапно осиял его свет с неба он упал на землю услышал голос говорящий ему Савву Савву что ты гонишь меня он сказал кто ты господи господь же сказал ему я Иисус которого ты гонишь трудно тебе идти против вражна он трепет и ужас и сказал господи что повелишь мне делать и господь сказал ему встань и иди в город и сказано будет тебе что тебе надо наделать люди же шедшие с ним стояли в оцепенении слыша голос и никого не видя Савву встал с земли и с открытыми глазами никого не видел и повели его за руки и привели в Дамаск и три дня он не видел и не ел и не пил в Дамаске был один ученик имени Манания и господь в видении сказал ему Манания он сказал я господи господь же сказал ему встань пойди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савву он теперь молится и видел видение мужа именем Мананию пришедшего к нему и возложившего на него руку чтобы он прозрел Манания отвечал господи я слышал от многих о семь человеке сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме и здесь имеет он от первосвященника власть ввязать всех призывающих имя твое но явившийся тебе на пути которым ты шел послал меня чтобы ты прозрел и исполнился святого духа и тот час как бы чешуя отпала от глаз его и вдруг он прозрел и встав крестился и приняв пищи укрепился и был сал несколько дней с учениками в Дамаске и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе что он есть сын Божий и все слышавшие удивились и говорили не тот ли это самый который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие да и сюда затем пришел чтобы вязать их и вести первосвященникам а сал волей волей укреплялся и приводил замешательство иудеев живущих в Дамаске доказывая что сей есть Христос когда же прошло довольно времени иудеи согласились убить его но сал узнал об этом мысли их а они день и ночь стерегли у ворот чтобы убить его ученики же ночью взяв его спустили по стене в корзине сал прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам но все боялись его не веря что он ученик варнава же взяв его пришел к апостолам и рассказал им как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса и пребывал он с ними входя и исходя в Иерусалиме и смело проповедовал во имя Господа Иисуса говорил так же и состязался с еленистами и они покушались убить его братья узнала всем отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс церкви же по всей Иудее Галилее и Самарии были в покое назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении Святого Духа умножались случилось что Петр обходя всех пришел и к святым живущим в Лиде там нашел он одного человека именем Энея который восемь лет восемь уже лет лежал в постели в расслаблении Петр сказал ему Эней исцеляет тебя Иисус Христос встань с постели твоей и он точас стал и Видели его все живущие в Лиде и в Самарии нет в Лиде и в Сароне которые и обратились к Господу в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа что значит серна она была исполнена добрых дел и творила много милосты случилось в те дни что она за ним могла и умерла ее омыли и положили в горнице а как Лида была близ Иопии то ученики услышав что Петр находится там послали к нему двух человек просить чтобы он не замедлил прийти к ним Петр встал пошел с ними и когда он прибыл вели его в горницу и все вдовицы со слезами предстали перед ним показывая рубашки и платья какие делала серна живя с ними Петр выслал всех вон и преклонив колени помолился и обратившись к телу сказал Тавифа встань и она открыла глаза свои увидев Петра села он подав ей руку поднял ее и призвав святых и вдовиц поставил ее перед ними живую это сделалось известным по всей Иопии и многие веровали в Господа и довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника еще Деяние 10 глава В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий сотник из полка называемого Италийским благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим творящим много милостыней народу и всегда молящийся Богу он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия который вошел к нему и сказал ему Корнилий он же взглянув на него и испугавшись сказал что Господи ангел отвечал ему молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом итак пошли людей в Иопию и призови Симона называемого Петром он гостит у некого Симона Кожевника которого дом находится при море он скажет тебе слова которыми спасешься ты и весь дом твой когда ангел говорившись Корнилием отошел то он призвал двоих из слуг своих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и рассказав им все послал их в Иопию на другой день когда они шли и приближались к городу Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться и почувствовал он голод и хотел есть между тем как приготовляли он пришел в иступление и видит отверстие неба исходивший к нему некоторый сосуд как большое полотно привязанное за четыре угла и опускаемое на землю в нем находились всякие четвероногие земные звери присмыкающиеся птицы был глаз к нему встань Петр заколи и ешь но Петр сказал нет господи я никогда не ел ничего скверного или нечистого тогда другой раз был глаз к нему что бог очистил того ты не почитай нечистым это было трижды и сосуд опять поднялся на небо когда же Петр недоумевая в себе что бы значило видение которое он видел вот мужи посланные Корнилием расспросив о доме Симона остановились у ворот и крикнув спросили здесь ли Симон называемый Петром между тем как Петр размышлял о видении дух сказал ему вот три человека ищут тебя стань сойди и иди с ними немало не сомневаюсь ибо я послал их Петр сойдя к людям присланным к нему от Корнилия сказал я тот которого вы ищете за каким делом пришли вы они же сказали Корнилий сотник муж добродетельный и боящийся бога одобряемый всем народом иудейским получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих тогда Петр пригласив их угостил а на другой день став пошел с ними и некоторые из братьев европейских пошли с ним в следующий день пришли они в Кесарию Корнилий же ожидал их созвав родственников своих и близких друзей когда Петр входил Корнилий встретил его и поклонился пав к ногам его Петр же поднял его говоря встань я тоже человек и беседуя с ним вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им вы знаете что иудею наплеменником но мне Бог открыл чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым посему я будучи позван и пришел беспрекословно и так спрашиваю для какого дела вы призвали меня Корнилий сказал четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме и вот стал предо мною муж светлой одежды и говорит Корнилий услышана молитва твоя и милостыни твои вспомянулись пред Богом и так пошли в Иопию и призови Симона называемого Петром он гостит в домика Женька Симона при море он придет и скажет тебе тот час я послал я к тебе и ты хорошо сделал что пришел теперь все мы предстоим пред Богом чтобы выслушать все что повелено тебе от Бога Петр отверз уста и сказал истинно познано что Бог нелицеприятен но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему он послал сынам израилевым слово боговествую мир через Иисуса Христа сей есть Господь всех вы знаете происходившее по всей идее начиная от Галилеи после крещения проповедованного Иоанном как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета и он ходил благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом потому что Бог сделал потому что Бог был с ним и мы свидетели всего что сделал он стране иудейской и Иерусалиме и что наконец его убили повесив на деревья всего Бог воскресил и в третий день и дал ему являться не всему народу но свидетелем предизбранным от Бога нам которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых о нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его когда Петр еще продолжал эту речь Дух Святый сошел на всех слушавших Слово и верующие из обрезанных пришедшие с Петром изумились что дар Святого Духа излился и на язычников ибо слышали их говорящих языками и величащих Бога тогда Петр сказал кто может запретить креститься водой тем которые как и мы получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса потом они просили его побыть у них несколько дней День Святых Апостолов 11 глава услышали апостолы и братья бывшие в Иудее что и язычники приняли Слово Божие и когда Петр пришел в Иерусалим обрезанные увлекали его говоря ты ходил к людям не обрезанным и ел с ними Петр же начал пересказывать им по порядку говоря в городе Иопия я молился и выступление видел видение сходил некоторый сосуд как бы большое полотно за четыре угла опускаемое с неба и спускалось ко мне я посмотрел в него и рассматривая увидел четвероногих земных зверей присмыкающихся и птиц небесных и услышал я голос говорящий мне встань Петр заколи и ешь я же сказал нет господи ничего скверного или нечистого никогда не входил в уста мои и отвечал мне голос вторично с неба что Бог очистил того ты не почитай нечистым это было трижды и опять поднялось все на небо и вот в тот самый час три человека стали преддомом в котором я был посланный из Кесарии ко мне душ сказал мне чтобы я шел с ними немало не сомневаясь пошли со мной и сии шесть братьев и мы пришли в дом того человека он рассказал нам как он видел в доме своем ангела святого который сказал который стал и сказал ему пошли в иопию людей и призови Симона называемого Петром он скажет тебе слова которыми спасешься ты и весь дом твой когда же начал я говорить сошел на них дух святый как и на нас в начале тогда вспомнил я слово господа как он говорил иоанн крестил водой а вы будете крещены духом святым итак если бог дал им такой же дар как и нам верующим в господа иисуса христа то кто же я чтобы мог воспрекатствовать богу вышлашав это они успокоились и прославили бога говоря видно и язычникам дал бог покаяние в жизнь между тем рассеившиеся от гонения бывшего после стефана подошли до финики и кипра и антиохи никому не проповедуя слово кроме иудеев были же некоторые из них киприяне и киринейцы которые придя в антиохи говорили елина благовествуя господа иисуса и была рука господня с ними и великое число уверовавших обратилось к господу дошел слух о всем до церкви иерусалимской и поручили варнаве идти в антиохи он прибыв и увидев благодать божию возрадовался и убеждал всех держаться господа искренним в сердце ибо он был муж добрый и исполненный духа святого и веры и приложилось довольно народа господу потом варнава пошел Тарс искать Савла и найдя его привел в антиохи целый год собирались они в церкви и учили немало число людей и ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами в те дни пришли из Иерусалима в антиохии пророки и один из них по имени Гав стал став предвозвестил духом что по всей вселенной будет великий голод который и был при кесаре Клавдии тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям живущим в Иудее что и сделали послав собранные пресвитером через Варнаву и Саву Деяние святых апостолов в чтении 11 глава в то время царь Иерат поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви чтобы сделать им зло и убил Иакова брата Иоаннова мечом видя же что это приятно иудеям вслед за тем взял и Петра тогда были дни опресноков и задержав его послал в темницу и приказал четырем четверица воина встеречь его намереваясь после Пасхи вывести его к народу и так Петра стерегли в темнице между тем церковь прилежно молилась о нем Богу когда же Иерат хотел вывести его в ту ночь Петр спал между двумя воинами скованной двумя цепями и стражи у дверей стерегли темницу И вот ангел господин предстал и света сиял темницу ангел толкнул Петра в бок пробудил его и сказал встань скорее и цепи упали с рук его и сказал ему ангел опоясь и обуйся он сделал так потом говорил ему надень одежду твою иди за мною Петр вышел и следовал за ним не зная что делаемое ангелом было действительно а думая что видит видение пройдя первую и вторую стражу они пришли к железным воротам ведущим город который сами собой творили сим они вышли и прошли одну улицу вдруг ангела не стало с ним тогда Петр придя в себя сказал теперь я вижу воистину что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего чего ждал народ иудейский и осмотревшись пришел к дому Марии и матери Иоанна называемого Марком где многие собрались и молились когда же Петр постучался у ворот то вышел послушать служанка именем рода и узнав голос Петра от радости не отворила ворот но убежала объявила что Петр стоит у ворот отец сказали ей в своем ли ты уме но она утверждала свое они же говорили это ангел между тем Петр продолжал стучать когда же отворили то увидели его и изумились он же дал знак рукой чтобы молчали рассказал им как Господь вывел его из темницы и сказал уведомьте о семье Акова и братьев потом выйдя пошел в другое место по наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том что сделалось с Петром Ирод же поискав его и не найдя судил стражей и велел казнить их потом он отправился из Уидеи в Кесарию и там оставался Ирод был раздражен на Тирян и Сидян Нян они же согласившись пришли к нему и склонив на свою сторону власта постельника царского просили мира потому что область их питалась от области царской назначенный день Ирод одевшись царскую одежду сел на возвышенном месте и говорил к ним а народ восклицал это голос Бога не человека но вдруг ангел Господин поразил его за то что он не воздал славы Богу и он был изъеден червями и умер слово же Божие росло распространялось а Варнава и Савву по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию взяв саблою Иоанна прозванного Марком Деяние святых апостолов глава 13 в Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители Варнава и Симеон называемый Нигир и Луции Кириньянин и Манаил совоспитанник Иерода и Савву когда они служили Господу и постились Дух Святый сказал отделите мне Варнаву и Савву на дело к которому я призвал их когда они совершив пост и молитву и возложив на них руки отпустили их сии быв посланы Духом Святым пришли в Селивки и оттуда отплыли в Кипр и быв в Соломине проповедовали Слово Божие в Синагогах иудейских имели же при себе Иоанна для служения пройдя весь остров до Пафа нашли они некоторого волхвал уже пророка иудеянина именем Варе Иисуса который находился с проконсулом Сергием Павлом мужем разумным сей призвав Варнаву и Савва пожелал услышать Слово Божие а Елима Бог ибо то значит имя его противился им стараясь отвратить проконсула от веры но Саввел он же и Павел исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господний и ныне вот рука Господня на тебя ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени и вдруг напал на него мрак и тьма и он обращаясь туда и сюда искал вожатого когда проконсул увидев происшедшего веровал девясь учению Господня отплыв из Пафа Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфирию но Иоанн отделившись от них возвратился в Иерусалим они же проходя от Пергии прибыли в Антиохию Песидийскую и войдя в синагогу в день субботний сели после чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им мужи братья если у вас есть слово наставление к народу говорите Павел встав и дав знак рукой сказал мужей израильтяне и боящиеся Бога послушайте Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцу вознесенную вывел их из нее и около сорока лет времени питал их в пустыне и истребив семь народов земле ханаанской разделил им наследие землю и после всего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила потом просили они царя и Бог дал им Саула сына кисова мужа из колена Вениаминова так прошло лет сорок отринув его поставил им царем Давида о котором и сказал свидетельствуя нашел я мужа по сердцу моему Давида сына Исеева который исполнит все хотения мои из его то потомство Бог по обетованию возле к Израилю спасителя Иисуса пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяние всему народу израильскому при окончании же поприща своего Иоанн говорил за кого почитаете вы меня я не тот но вот идет за мною которого я не достойно развязать обувь на ногах мужи братья дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами вами послано слово спасения сего ибо жители Иерусалима и начальники их не узнав его и осудив исполнили слова пророческие читаемые каждую субботу и не найдя в нем никакой вины достойной смерти просили Пилата убить его когда же исполнили все написанное о нем то сняв с древа положили его во гроб но Бог воскресил его из мертвых он в продолжении многих дней являлся тем которые вышли с ним из Галилея в Иерусалим и которые ныне суть свидетеля его преднародом и мы благовествуем вам что обетование данное отцам Бог исполнил нам детям их воскресив Иисуса как и во втором псалме написано ты сын мой я ныне родил тебя а что воскресил его из мертвых так что он уже не обратится в тление о чем сказал так я дам вам милости обещанные Давиду верно посему и в другом месте говорит не дашь святому твоему увидеть тление Давид в свое время послужив призволению божию почил и приложился к отцам своим и увидел тление а тот которого Бог воскресил не увидел тление и так да будет известно вам уже братья что ради него возвещается вам прощение грехов и во всем в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым оправдается им всякий верующий берегите что бы не пришло на вас сказанное у пророка смотрите призрите и подивитесь и исчезните ибо я делаю дело во дни ваше дело которому не поверили бы вы если бы кто рассказал вам при выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же следующую субботу когда же собрание было распущено то многие иудеи и чтители Бога обращенные из язычников последовали за Павлом и Варнавою которые беседуя с ними убеждали их пребывать в благодати Божией в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие но иудеи увидев народ исполнились зависти и противоречия и злословие сопротивлялись тому что говорил Павел тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали вам первым надлежало быть проповедован Слово Божие но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни то вот мы обращаемся к язычникам и вот так заповедовал нам Господь я положил тебя во свет язычникам чтобы ты был во спасение до края земли язычники слыша это радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все которые были предуставлены к вечной жизни и Слово Господне распространялось по всей стране но иудеи подтыкнув набожных и подчеркных женщин и первых в городе людей воздвигли гонения на Павла и Варнаву изгнали их из своих пределов они же отряжшие на них прах от ног своих пошли в иконию а ученики исполнялись радости и Духа Святаго 14 глава в иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так что уверовало великое множество иудеев и эллинов они верующие иудеи возбудили и раздражили их братьев сердца язычников в общем они пробыли здесь довольно времени смело действуя о Господе которого свидетельство слову благодати своей творило руками их знамения и чудеса между тем народ в городе разделился и одни были на стороне иудеев а другие на стороне апостолов когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них чтобы посрамить и побить их камнями они узнав о всем удалились в меколонские города Листру и Дервию и в окрестности их и там благоествовали в Листре некоторый муж не владевший ногами сидел будучи хром от шрева матери своей и никогда не ходил он служил говорившего Павла прозвенув на него и увидев что он имеет веру для получения исцеления сказал громким голосом тебе говорю во имя Господа и Иисуса Христа встань на ноги твои прямо и он тотчас вскочил и стал ходить народ же увидев что сделал Павел возвысил голос свой говорят поликаонски боги в образе человеческом сошли к нам и называли ваннаузеусом Павла Ермием потому что он начальствовал в слове жрец же идола Зевса находившегося в этой городе приведя к воротам волок и принеся венки хотел вместе с народом совершить жертвоприношение но постовы Ваннава и Павел услышав о всем разыграли свои одежды и бросившись в народ громогласно говорили мужи что вы это делаете и мы подобны вам человеки и благоествуем вам чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому который сотворил небо и землю и море и все что в них который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши и говоря сие они едва убедили народ не приносить им жертву и идти каждому домой между тем как они оставаясь там учили из антиохии и иконии пришли некоторые иудеи и когда апостолы смело проповедовали убедили народ отстать от них говорят они не говорят ничего истинного а все лгут и возбудив народ побили Павла камнями и вытащили за город почитаем умершим когда же ученики собрались около него он встал и пошел в город на другой день удалился с Ванавой в Дервиев проповедов Евангелие всему городу приобретя довольна учеников они обратно проходили листру иконию и антиохию утверждая души учеников увещавая пребывать в вере получая что многими скородами надлежит нам войти в царствие божие рукоположив же им пресвитеров каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу в которого уверовали потом пройдя через Писидию пришли в Памфилию и проповедов слово Господне в Пергии сошли под Талию а оттуда отплыли антиохию откуда были преданы благодати Божией на дело которое и исполнили прибыв туда и собрав церковь они рассказали все что сотворил Бог с ними и как он ответ с дверь вероязычника и пребывали там немало время с учениками деяние пятнадцатая глава некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев если не обрежетесь по обряду Моисееву не можете спастись когда же произошло разногласие и немало состязания у Павла и Варнавы с ними то положили Павла и Варнави и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим и так быв проложены церковью они проходили Финикию и Самарию рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях по прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью апостолам и пресвитерами и возвестили все что Бог сотворил с ними и как отверт дверь вероязычника тогда восстали некоторые с парисейской ереси уверовавшие говорили что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела по долгом рассуждении Петр встав сказал им мужи братья вы знаете что Бог одни первых избрал из нас меня чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали и сердцеведец Бог дал им свидетельство даровав им Духа Святого как и нам и не положил никакого различия между нами и ими веру и очистив сердца их что же вы ныне искушаете Бога желая возложить на вы и учеников игорь которого не могли понести ни отцы наши не мы но мы веруем что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся как и они тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла рассказывавших какие знамения чудеса сотворил Бог через них среди язычников после того как они умолкли начал речь Яков и сказал мужи братья послушайте меня Симон изъяснил как Бог первоначально призрел на язычников чтобы составить из них народ во имя свое и всем согласны слова пророков как написано потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую и то что в ней разрушено воссоздам и исправлю ее чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы между которыми возвестится имя мое говорит Господь творящий все сие ведому Богу от вечности все дела его посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников а написать им чтобы они воздерживались от искверненного идолами от блуда удавленены и крови и чтобы не делали другим того чего не хотят себе ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в Синагогах каждую субботу тогда апостолы пресвитеры со всей церкви рассудили избрав из среди себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою именно Иуду прозываемую Варсавою и силу мужей начальствующих между братьев написав и вручив им следующее апостолы пресвитеры и братья находящимся в Антиохии в Сирии и Кирики и братья из язычников радоваться по Ерику мы услышали что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души говоря что должно обрезываться и соблюдать закон чему мы им не поручали то мы собравшись единодушно рассудили избрав мужей послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом человеками предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа и так мы послали Иуду и силу которую здесь нет вам тоже и словесно ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более кроме всего необходимого воздерживаться от едоложертвенного и крови и удавленины и блуда и не делать другим того чего себе не хотите соблюдаясь и хорошо сделайте будьте здравы и так отправленные пришли в Антиохию и собрав людей вручили письмо они же прочитав возрадовались о всем наставлении Иуда и Сила будучи та же пророками обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их пробув там некоторое время они с миром отпущены были братьями к апостолам но Силья рассудилась остаться там а Иуда возвратился в Иерусалим Павел же и Варнава жили в Антиохии уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне по некоторым временем Павел сказал Варнаве пойдем опять посетим братьев наших по всем городам в которых мы проповедовали слово Господне как они живут Варнава хотел взять с собой Иоанна называемый Марком но Павел полагал не брать отставшихся от них в Памфирии и не шедшего с ними на дело на которое они были посланы отсюда произошло огорчение так что они разлучились друг с другом и Варнава взяв Марка отплыл к Кипру а Павел избрав себе силу отправился быв поручен братьями благодати Божией и проходил Сирию и Киликию утверждая церковь День апостола 16 глава дошел он до Дерви и Листры и вот там был некоторый ученик именем Тимофея которого мать была иудеянка уверовавшая а отец Елин и о котором свидетельствовали братья находившиеся в Листре и Иконии его пожелал Павел взять с собой и взяв обрезал его ради иудеев находившихся в тех местах ибо все знали об отце его что он был Елин проходя же по городам они предавали верным соблюдать определения поставленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом пройдя через Фриги и Галатийскую страну они не были допущены духом святым проповедовать слово в Асии дойдя до миссии предпринимали идти в Вифинию но дух не допустил их минував же миссию сошли они в Труаду и было ночью видение Павлу пристал некий муж македонянин прося его и говоря приди в Македонию и помоги нам после сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию заключая что призывал нас Господь благорисовать там и так отправившись из Труады мы прямо прибыли в Самофракию а на другой день в Неаполь оттуда же Филиппы это первый город в той части Македонии колония в этом городе мы пробыли несколько дней в день же субботний мы вошли в город к реке где по обыкновению был молительный дом день же субботний мы вошли за город к реке где по обыкновению был молитвенный дом и сев разговаривали с собравшимися там женщинами и одна женщина из города Фиатир именем Лидия торговавшая багряницей учтущая бога слушала и Господь отверг в сердце ее внимать тому что говорил Павел когда же крестилась она и домашний то просила нас говоря если вы признали меня верную Господу то войдите в дом мой и живите у меня и убедила нас случилось что когда мы шли в молитвенный дом встретилась нам одна служанка одержимая духом прорицательным которая через прорицание доставляла большой доход господам своим идя за Павлом и за нами она кричала говоря сии человеки рабы Бога Всевышнего который возвращает нам путь спасения это она дело много дней Павел вознегодовав обратился и сказал духу именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее и дух вышел в тот час же тогда господа ее видя что исчезла надежда дохода их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам и приведя их к воевозам сказали сии люди будучи иудеями возмущают наш город и проповедуют обычаи которых нам римлянам не следует ни принимать ни исполнять народ так же восстал на них а воеводы сорвав с них одежды велели бить их палками и дав им много ударов вергли в темницу приказав темничному стражу крепко стеречь их получив такое приказание он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду около полночи павел и села молясь воспевали бога узники же слушали их вдруг сделать великое землетрясение так что поколебалось основание темницы тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели темничный же страж пробудившись и увидев что двери темницы отворены извлек меч и хотел умереть себя думая что узники убежали но павел возгласил громким голосом говоря не делай себе никакого зла ибо все мы здесь он потребовал огня вбежал в темницу и в трепете припал к павлу и силе и выведя их он сказал государьи мои что мне делать чтобы спастись он же сказал верю в господа иисуса христа и спасешься ты и весь дом твой и проповедовали слово господне ему и всем бывшим в доме его и взяв их в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его и приведя их в дом свой приложил трапезу и возрадовался со всем домом своим что уверовал в бога когда же настал день воеводы послали городских служителей сказать отпустите тех людей темничный страж объявил осем павлу воеводы прислали отпустить вас и так выйдите теперь и идите с миром но павел сказал к ним нас римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу а теперь тайно выпускают нет пусть придут и сами выведут нас городские служители пересказали эти слова воеводам и те испугались услышав что это римские граждане и придя извинились перед ними и выведя просили удалиться из города они же выйдя из темницы пришли к Лидии и увидев братьев получали их и отправились дни святых апостолов 17 глава пройдя через амфиполь и аполлонию они пришли в филосолонику где и была иудейская синагога павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из писаний открывая и доказывая им что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что сей Христос есть Иисус которого я проповедую вам и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силии как из елинов чтующих Бога великое множество так и из знатных женщин немало но уверовавшие иудеи возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей собрались толпой и возмущали город и приступив к дому Иосона домогались вывести их к народу не найдя же их повлекли Иосона и некоторых братьев городских начальников крича что эти всесветные возмутители пришли и сюда а Иосон принял их и все они поступают против повелений Кесаря почитая другого царем Иисуса истевожили народ и городских начальников слушавших это но сии получив удостоверение от Иосона и прочих отпустили их братья же немедленно ночью отправили Павла и Сию в верию куда они прибыв вошли в синагогу иудейскую здешние были благомысленнее фессалоникийских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание точно ли это так и многие из них уверовали и из елинских почтенных женщин и из мужчин немало но когда фессалоникийские иудеи узнали что им верили проповедано Павлом слово Божие то пришли и туда возбуждали и возмущая народ тогда братья тот час отпустили Павла как будто идущего к морю а Сила и Тимофей остались там сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получив приказание к Силе и Тимофею чтобы они скорее пришли к нему отправились в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов и так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися некоторые из эпиквирейских и стоических философов стали спорить с ним и одни говорили что хочет сказать этот суислов а другие кажется он проповедует о чужих божествах потому что благоуствовал им Иисуса и воскресенье и взяв его привели в Ариапак и говорили мужи можем ли мы знать что это за новое учение проповедуемое тобою ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши посему хотим узнать что это такое афиняне все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время как в том чтобы говорить или слушать что-нибудь новое и став павел среди Ариапага сказал афиняне по всему вижу я что вы как бы особенно набожны ибо приходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник на котором написано неведомому богу всего-то которого вы не знаете чтите проповедую вам бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом неба и земли не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющих в чем-либо нужду сам да я всему жизнь и дыхание и все от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя они и далеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорили мы его и род и так мы будучи родом божиим не должны думать что божество подобно золоту или серебру или камню получившему образ от искусства и вымысла человечества и так оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться ибо он назначил день в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых услышав о воскресении мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время и так Павел вышел из среды их некоторые же мужи пристав к нему уверовали между ними был Дионисий Ариапагир и женщина именем Дамарь и другие с ними Деяния святых апостолов 18 глава после сего Павел оставив Афины пришел в Карин и найдя некоторого иудея именем Акилу родом понтянина недавно пришедшего из Италии и прискил жену потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал ибо ремеслом их было делание палаток во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов и когда пришли из Македонии Сила и Тимофей то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям что Иисус есть Христос но как они противились то он отряжший одежды своей сказал к ним кровь ваша на главах ваших я чист отныне иду к язычникам и пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту которого дом был под для синагоги Крисп же начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим и многие из коринфян слушая уверовали и крестились Господь же в видении ночью сказал Павлу не бойся и не умолкай ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла потому что у меня много людей в этом городе и он оставался там год и шесть месяцев поучая их Слово Божие между тем во время проконсульства Галеона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище говоря что он учит людей чтить Бога не по закону когда же Павел хотел открыть уста Галеон сказал иудеям иудеи если бы какая-нибудь была обида или злой умысел то я имел бы причину выслушать вас но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем то разбирайте сами я не хочу быть судьей в этом и прогнал их от судилища и все елены схватив со сфена начальника синагоги били его предсудилищем и Галеон немало не беспокоился о том Павел пробыв еще довольно дней простился с братьями и отплыл в Сирию и с ним Акила и Прескила отстригший голову в кинкреях по обету достигнув Ефеса оставил их там а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями когда же они просили его побыть у них доля он не согласился а простился с ними сказав мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме к вам же возвращусь опять если будет угодно Богу и отправился из Ефеса Акила же и Прескила остались в Ефесе и побыв в Кесарии он приходил в Иерусалим приветствовал церковь и отошел в Антиохию и проведя там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию утверждая всех учеников некто иудей именем Аполлос родом из Александрии муж красноречивый в следующих писаниях пришел в Ефес он был наставлен в начатках пути Господней и горя духом говорил и учил о Господе правильно зная только крещение Иоаннова он начал смело говорить в синагоге услышав его Акила и Прескила приняли его точнее объяснили ему путь Господний а когда он вознамеялся идти в Ахайю то братья послали к тамошним ученикам располагая их принять его и он прибыв туда много содействовал уверовавшим благодатью ибо он сильно опровергал иудея всенародно доказывая писанием что Иисус есть Христос Деяние 19 во время пребывания Аполлоса Коринфе Павел пройдя верхние страны прибыл в Фес и найдя там некоторых учеников сказал им приняли ли вы Святого Духа уверовавшим они же сказали ему мы даже и не слыхали есть ли Дух Святый он сказал им во что же вы крестились они отвечали во Иоанн во Крещение Павел сказал Иоанн крестил Крещение к покаяниям говорили им чтобы веровали в грядущего по Нем то есть во Христа Иисуса услышав это они крестились во имя Господа Иисуса и когда Павел возложил на них руки не шел на них Дух Святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около 12 придя в синагогу он небоязвенно проповедовал три месяца беседы и удостоверяя о Царстве Божием но как некоторые ожесточились и не верили за условие путь Господень пред народом то он оставив их отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана это продолжалось до двух лет так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе как и иудеи так и эллины Бог творил немало чудес руками Павла так что на больных влагали платки и опоясание с тела его и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса говоря заклинаем вас Иисусом которого Павел проповедует это делали такие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы но злой дух сказал в ответ Иисуса знаю и Павел неизвестен а вы кто и бросился на них человек в котором был злой дух и одолев их взял над ними такую власть что они ноги и избитые выбежали из того дома это сделалось известно всем живущим в херсе иудеям и еленам и напал страх на всех и величайно было имя Господа Иисуса многие же веровавших приходили исповедуя и открывая дела свои а и занимавшись а чародейством довольно многие собрав книги свои сожгли пред всеми и сложили цены и оказалось их на 50 тысяч драхм такую силу возрастало и возмогало слово Господне когда же это совершилось Павел положил в духе пройдя Македонию и Ахаию идти в Иерусалим сказав побывав там я должен видеть Ирием и послав Македонию двоих и служивших ему Тимофея и Эраста сам остался на время Васии в то время произошел немалый мятеж против пути Господня ибо некоторые серебряные кимнии Димитрии делавшие серебряные храмы Артемиды и доставлявшие художникам немалую прибыль собрав их и других подобных ремесленников сказав друзья вы знаете что от этого ремесла зависит благосостояние наше между тем вы видите и слышите что не только в Афесе но почти во всей Аси этот Павел с своими убеждениями совратил немало число людей говоря что делаемые руками человеческими не суть Боги а это нам угрожает тем что не только ремесло наше придет без зрения но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не справедница величия той которую почитает вся Асия и вселенная выслушав это они исполнились ярости и стали кричать говоря велика Артемида Феофесская и весь город наполнится смятением схватив македонян Гая и Аристарха спутников Павловых они единодушно стремились на зрелище когда же Павел хотел войти в народ ученики не допустили его также некоторые из осийских начальников будучи друзьями его послав к нему просили не показываться на зрелище между тем одни кричали одно а другие другое и собрание было беспорядочное и большую часть собравшихся не знали зачем собрались по предложению иудеев из народа вызван был Александр дав знак рукою Александр хотел говорить к народу когда же узнали что он иудей то закричали все в один голос и около двух часов кричали велика Артемида Эфесская и учителя же порядка не утешив народ сказал мужи Эфесские какой человек не знает что город Эфесс есть служитель великой богини Артемида Идиапета если же в этом нет спора то надо нам быть спокойными и не поступать опрометчиво а вы привели этих мужей которые ни храма Артемиды не обокрали ни богини вашей не хулили если Димитрий и другие стим-художники иметь жалобу на кого-нибудь то есть судебные собрания есть проконсулы пусть жалуются друг на друга а если вы ищете что-нибудь другого то это будет решено законом собрания ибо мы находимся в опасности за происшедшие ныне быть обвиненными в возмущении так как нет никакой причины в которой мы могли бы оправдать такое сборище сказав это он распустил собрание Деяние 20 глава по прекращении мятежа Павел призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними вышел и пошел в Македонию пройдя же эти места и преподав верующему обильные наставления пришел в Еладу там пробыл он три месяца когда же по случаю возмущения сделано против него иудеями он хотел отправиться в Сирию то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию его сопровождали Дайси Сесипа Трапиров Вириянин и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд и Гай Деревянин и Тимофей и Осийцы Тихик и Трофим они пройдя вперед ожидали нас в Труаде а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Труаду где пробыли семь дней первый же день недели когда ученики собрались для преломления хлеба Павел намереваясь отправиться в следующий день беседовал с ними и продолжил слово до полуночи в горнице где мы собрались было довольно светильников во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих сидевший на окне погрузился в глубокий сон и пошатнувшись сонный упал вниз третьего жилья и подет мертвым Павел сойдя пал на него и обняв его сказал не тревожься ибо душа его в нем зайдя же и преломив хлеб и вкусив беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел между тем отрока привели живого и немало утешились мы пошли вперед на корабль и поплыли в аз чтобы взять оттуда Павла ибо он так приказал нам намереваясь сам идти пешком когда же он сошелся с нами в Аси то взяв его мы прибыли в Митилину и отплыв оттуда в следующий день мы остановились против Хиоса а на другой пристали к Самосу и побывав в Трагелии в следующий день прибыли в Милит ибо Павлу рассудилось миновать Ефес чтобы не замедлить ему в Асии потому что он поспешил если можно в день Пятидесятницы быть вырослими из Милита же послав в Ефес он призвал преседеров церкви и когда они пришли к нему он сказал им вы знаете как я с первого дня в который пришел в Асию все время был с вами работая Господу со всяким смиренно мудрим и многим слезами среди искушений приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев как я не пропустил ничего полезного о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам возвещая иудеям и Ильинам покоение перед Богом и веру в Господа нашего и Иисуса Христа и вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим не знаю что-то встретиться со мною только Дух Святый по всем городам свидетельствует говоря что узы и скорби ждут меня но я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией и ныне вот я знаю что уже не увидите лица моего все вы между которыми я ходил я проповедую царствие Божие посему свидетельствую вам в нынешний день что чист я от крови всех ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию и так внимайте себе и всему стаду в котором Дух Святый поставил вас безлюстителями постить церковь Господа и Бога которую Он приобрел в себе кровью Свиею ибо я знаю что по отшествии по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрствуйте памятая что я три года день и ночь непрестанно со железами учил каждого из вас и ныне предаю вас братья Богу могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными ни серебра ни золота ни одежды я ни от кого не пожевал сами знаете что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии во всем показал я вам что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса ибо Он Сам сказал блажение давать нежели принимать сказав это Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился тогда немалый плач был у всех и падая на вы и упало целовали его скорби особенно отсказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля день святых апостолов 21 глава когда когда мы расставшись с ними отплыли вот то прямо пошли в хоз на другой день в радос и оттуда по тару и найдя корабль идущий финикию вошли на него и отплыли быв в виду Кипра и оставив его слева мы плыли в Сирию и пристали в Тире Ибо туда надлежало сложить груз с корабля. И найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простевшись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Толемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи дьяконов остались у него. У него были четыре дочери-деицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужичей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику, Моносону Кипьянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям». Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного крови и от удовленины, и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними в следующий день, вошел в храм и объявил окончание дни очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда массийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и Елинов ввел в храм и освернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Фесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его? До тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же увидели тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и ввел сквозь двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел нести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало смерть ему. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальникам, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыне четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я иудеянин, родившийся от Арсия киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствует о мне пересвященник и все старейшины, от которых и письма взял братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошник привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осеял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, Саввул, Саввул, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившим мне, не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Ананя, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Саввул, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, я омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление. И увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слышали его, а за сим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал состоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем собвинять его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться перед священником и всему Синендриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Деяние святых апостолов, 23 глава. Павел устремит взор на Синендрион, сказал, «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Коросвященник же она, не стоящим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующая в народе твоим не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил Синендрионный, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние и воскресение мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик. И встав книжники, фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке». Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу, «Но как раздор увеличился, то тысяча начальника, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись, не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока, сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвую заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы, синий дуроном, давайте, дайте знать тысячу начальнику, чтобы он завтра вывел его к нам, к вам, как будто бы вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о себе умысле, сын сестры Павлова пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысячу начальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысячу начальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяча начальник, взяв его за руку, отойдя с ним, в сторону спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла при цирке Грион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их, ибо его подстерегает более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяча начальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов, пеших двести, конных семьдесят, и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы посадить Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания. Клавдии, Лисии, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синдрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою, будь здоров. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатру, в Триду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесаре, отдав письмо правителю, представили его ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области и узнав, что он из Келитии, сказал, я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражей выродовой приторией. Деяние 24-я глава. Через пять дней пришел предусвященник Анания со старейшинами и некоторым ритером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, тот Тертул начал обвинять его, говоря, всегда и везде со всякой благодарностью и знаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоим попечением благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя всего человека язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной и представителем назарейской ереси, который отважился даже оскорить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам обвинителям его идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его. И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Знаем, что ты многие годы справедливо судишь, народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе пророков. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть с Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостын народу моему и приношение. И всем нашли меня очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. Это были некоторые российские иудеи, которые надвижало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сирисами скажут такую нашли они по мнению правду, когда я стоял перед синедрионом. Разве только то, которое громко произнес я стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых мы не судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их сказав рассмотрим ваше дело, когда придет тысяченачальник висей и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павла приказал своднику стелечь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить или приходить к нему. Через несколько дней Феликс придя друзил женой своей иудеянкою призвал Павла и слушал его о вере в Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал «Теперь пойди, а когда иду время позову тебя». И в том же надеялся он, что Павел сдаст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил в порции фест. желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла вуза. День Глада спятая. Фест прибыв в область через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда предосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он «Которые из вас могут пусть пойдут со мною и если что-нибудь за этим человеком пусть обвиняют его». Пробыв уже у них больше не больше восьми или десяти дней возвратился в Кесарию и на другой день всеф на судейское место повелел привезти Павла. Когда он явился стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи принося на Павла многие и тяжкие обвинения которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского ни против храма ни против Кесария». Зир желая сделать угождение иудеям сказал в ответ Павлу «Хочешь ли идти в Иерусалим чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал «Я стою перед судом иудеем где мне и следует быть иудеем иудеев я ничем не обидел как и ты хорошо знаешь ибо если я не прав и сделаю что-нибудь достойное смерти то не отрекаюсь и умереть а если ничего такого нет в чем все обвиняют меня то никто не может выдать меня им требую суда Кесарева». Тогда Фест поговорив с советом отвечал «Ты потребовал суда Кесарева и отправишься». Через несколько дней царь Гриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста и как они провели там много дней то Фест предложил царю Дева Павлова говоря «Здесь есть человек оставленный Феликсом в узах на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники исторично-иудейские требуя осуждения его и отвечал им что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей висек в отлагательство на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти этого человека обступив его обвинителей не представили ни одного из обвинений какие я предполагал но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем о котором Павел утверждал что он жив затверняясь в решении этого вопроса я сказал хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом но как Павел потребовал чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова то я велелся держать его под стражу до тех пор как пошли его к кесарю Агрипп уже сказал Фесту хотел бы я послушать этого человека завтра же отвечал тот услышишь его на другой день когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышности и вошли в судебную палату с тысячи начальниками и затейшими гражданами по приказанию Феста приведен был Павел и сказал Фест царь Агриппа и все присутствующие с нами мужей вы видите того против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали что ему не должно более жить но я нашел что он не сделал ничего достойного смерти и как он сам потребовал суда у Августа то я решил послать его к нему я не имею ничего верного написать о нем государю посему привел его пред вас и особенно пред тебя царь Агриппа дабы по рассмотрении было мне что написать ибо мне кажется не рассудительно послать узника и не показать обвинения на него 12 апостол 26 глава Агриппа сказал Павлу позволяется тебе говорить за себя тогда Павел простершу руку стал говорить свою защиту царь Агриппа почитаю себя счастливым что сегодня могу защищаться пред тобой во всем в чем обвиняют мне иудеи тем более что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев посему прошу тебя выслушать меня великодушно жизнь мою от юности моей которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме знают все иудеи они изданно знают обо мне если захотят свидетельствовать что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению и ныне я стою пред судом за надежду на обетование данное от Бога нашим отцам которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен усердно служа Богу день и ночь за сию та надежду царь Агрипп обвиняют меня иудеи что же неужели вы невероятно почитаете что Бог вас лишает мертвых правда и я думал что мне должно намного действовать против имени Иисуса Назарея это я и делал в Иерусалиме получив власть от первосвященников я многих святых заключал в темнице и когда убивал их я подавал на то голос и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников среди дня на дороге я увидел государь с неба свет превосходящий солнечное сияние осиявший меня и шедших со мною все мы упали на землю и я услышал голос говоривший мне на еврейском языке Савл Савл что ты гонишь меня трудно тебе идти против рожна я сказал кто ты Господи он сказал я Иисус которого ты гонишь но встань и стань на ноги твои ибо я для того и явился тебе чтобы поставить тебя служителем извидетелем того что ты видел и что я открою тебе избавляя тебя от народа иудейского и от язычников которыми я теперь посылаю тебя открыть глаза им чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в меня получили прощение грехов и жеребий с освященными поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению но сперва жителям Дамаска и Иерусалима потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал чтобы они покаялись и обратились к Богу делая дела достойные покаяния за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать но получив помощь от Бога я до сегодня остаюсь свидетельствовать Малому и Великому ничего не говоря кроме того о чем пророки и Моисей говорили Моисей говорили что это будет то есть что Христос имел пострадать и став первый из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам когда он так защищался Фест громким волосом сказал безумствуешь ты Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия большая нет достопочтенный Фест сказал он я не безумствую но говорю слова истины и здравого смысла ибо знает об этом царь пред которым и говорю смело я отнюдь не верю чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто ибо это не в углу происходило веришь ли царь Агриппа пророкам знаю что веришь Агриппа сказал Павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином Павел сказал молил бы я Бога чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделали такими как я кроме этих уст когда он сказал это царь и правитель вереника и сидевшие с ними встали и отойдя в сторону говорили между собою что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает и сказала Агриппа фесту можно было бы освободить этого человека если бы он не потребовал суда у кесаря посему и решился правитель послать его к кесарю дэксен дэксен святых апостол чтение глава 27 когда решено было плыти вам нам в италию то отдали павла некоторых других узников сотнику августова паука именем юлию Мы зашли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около российских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. В другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом Человека-любиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, но по причине противных ветров. И переплыв в море, впротив Килики и Памфилии, прибыли в миры Ликейские. Там сотник. Нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая, многие дни, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но когда прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им. Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим рядом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Афинника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемого, желаемые отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Тараба схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боя же, чтобы не сесть на мель, спутники спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы на Симе были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И вымерев глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерев опять нашли 15 сажен. Павел, опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Павел сказал сотнику и вонам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревку у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказал это, взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу моря. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому решились, если можно пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по вету, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз, и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Войны согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал от всего намерения и велел, умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спасши же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Пугля лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И, прибыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и, когда они сошлись, говорил им, «Мужи и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении, и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Боже, милостиво, бешеный, всезавтра, Господи, помилуй нас, вещество, священное, Господи, прости и помилуй нас, бешеный. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аминь.